Сегодня утром поменялся президент Казахстанской Федерации Бокса. Вместо зятя Тасмагомбетова Кенеса Ракишева боксом будет управлять Шахмурат Муталиб. Малоизвестный бизнесмен, как выяснилось, тесно связан с группой Патоха Шудиева. Основные деньги новый президент Федерации Бокса качал из бездонной бочки под названием Казахстан-Тимыржолы. ТО «Интегра Констракшн Ки-Зет». Именно так называется компания, формальным собственником которой является Шахмурат Муталиб. Весь ремонт железных дорог на КТЖ производится именно компанией Шахмурата Муталиба. Представьте себе, какие суммы перечисляет Муталибу КТЖ за ремонт таких дорог. На самом деле компания ТО «Интегра Констракшн Ки-Зет» Шахмурата Муталиба еще каких-нибудь лет 25 назад была частью Казахстан-Тимыржолы. Это сейчас у нее солидное английское название. В конце 90-х «Интегра Констракшн Ки-Зет» была государственным предприятием под названием «Ремпуть». В 2005 году «Ремпуть» был переименован в Жолжан-Деуша. И примерно тогда же Жолжан-Деуша вместе с 25 машинами, станциями и двумя щебеночными заводами оказался в собственности у племянника Патоха Шодеева – у Ревджона. И вот, спустя еще какое-то время, а точнее уже в 2022 году, Шахмурат Муталиб объявляется собственником крупнейшей компании по строительству и ремонту железнодорожных и автомобильных путей. Помимо железных и автомобильных дорог, компания Шахмурата Муталиба строит ледовый дворец в Шимкенсе и микрорайон в Талдыкургане. И это только то, что мы пока знаем из открытых источников. Токаев открыто покровительствует Шахмурату Муталибу. Это видно невооруженным взглядом. Примерно так же в середине 90-х начинал Назарбаев. Передавал в собственность малоизвестным иностранным бизнесменам крупнейшие промышленные предприятия Казахстана. Шахмурат Муталиб всю свою жизнь проработал в структурах Шодеевых. А кто такой Шодеев, вы все прекрасно знаете. Машкевич, Шодеев и Ибрагимов – это так называемая евразийская группа миллиардеров, сделавших себе состояние на природных ресурсах Казахстана. А как они все делают состояние, вы можете посмотреть выше. На примере приватизации Ремпути, который затем стал Жолжин Деуше и в конечном итоге превратился в Интегра Констракшн Киезет. И вот теперь владелец этого грабительски приватизированного государственного предприятия будет поднимать казахстанский бокс на новый уровень. Тукаев поставил россиянина Тимура Турлова во главе Федерации шахмат Казахстана. Во главе Федерации бокса поставил Шахмурата Муталипа. Как вы, наверное, понимаете, деньги на бокс будут идти не из кармана Шахмурата, а из КТЖ. КТЖ перечислят Шахмурату. Шахмурат часть денег потратит на бокс. Остальное поделят, сами знаете, с кем. Вот такой он Жана Казахстан. Гениальные реформы продолжаются.